всем привет мои любимые зрители с вами не агара продолжаем вторую часть макам я тут за которым отбежала еще городишко полутала по домам пособиралась что могла сделала еще зелий себе которую тут же могла сделать ну и в целом пойдемте уже выполнять основной этот квест торговая площадь желтым лютик мой агент прекрасно идея есть импровизируем без крови получится ничего не могу обещать геральт геральт ты здесь спаси меня поголи богов придумать как освободить так давайте поговорим собака что это все что вы можете мне сказать а ну седой а садди за что их казнят с виду они не слишком грозные так они с белками якшались девки скотаельские а лютик что тоже эльфский шпион от его за распутство вздернут за что барда повесить за распутство так в приговоре сказано а приговор ваш мил с ведьмак это вам не что-нибудь так люди с меня хватит не давай пока не будем нарываться люди я раньше не слышал чтобы в славном королевстве тимерии вешали за распутство здесь во мне не львга арт иди-ка отсюда во чудной а то я за себя не ручаюсь забаву людям портит может и чудной а дело говорит я вот тоже бабу потискать не прочь так что же меня в петлю тащить господин стражник нам тоже пару раз захаживал только без распутства иди отсюда в агарвена то тени бордель и я пойду только скажу что охота то у него была да вот я слышу с ним рифмоплёт должен висеть и будет висеть здесь город порядочный а пледям и ведьмакам слова не давали следите что говорите господин стражник ведьмаках я не разбираюсь а вот гарвена баба порядочная а ну заткнуть хайло всем тишина слушайте слушайте у этого вояки божьим попущением яйца гниют захлопни пасть шлюха ты же не станешь бить женщину женщину нет так она без мечей давай давай найдется место и для такого смутяна ну как то вот так допустим я об этом быстрый такой был прием да что ты будешь делать то руку на власть подымает есть есть очень быстро и культы видите как пока справлялся будут болтаться лежать давай давай гнилый чувак так нет фигу повесили тем временем оставь тебя ведьмака ха 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 гляньте как о о ой успела так хорош что-то я приноровилась более-менее сейчас положим этого да лежи ты уже не вставай так вот это уже плохо что тут такое мать вашу я спрашиваю что это вы тут вытворяете докладываю что пошел вон крушина парочку сраных ублюдков стернуть не можете а ты стой спокойно и руки держи на виду на помосте либо в петле висят либо речи говорят а ты что выберешь эм закон казнь незаконна правда во флотзами закон это я я представляю королевскую власть вернан роше так так синие полоски охотники на нелюдей именно каждый подозреваемый в связях с белками находится под моей юрисдикцией а что с лютиком он действительно осужден он сжёг мою сторожевую вышку это тоже в вашей юрисдикции я так и думал это правда так могло показаться но я не виноват отпущу-ка я вора спокойно я пошутил о блин ненавижу воров еще один минут я могу устроить еще одно представление на этот раз кровавые и без публики или мы договоримся в смысле дай мне минуту слушайте все наверное каждый из вас слышал о трагедии случившейся во время осады замка лавалетов к сожалению это не ложь король фольтест убит скорее всего к этому приложили руку с каэтаэли в эти смутные времена даже король не может чувствовать себя в безопасности поэтому сегодня на улице флотзама выйдут вооруженные патрули объявляю военное положение ждите указаний готовьтесь к бою мы будем мстить за нашего короля а теперь все по домам так неплохое представление нет про этих спросим а с ними что казни не будет пока что скажем я решил пересмотреть их дело виселица не место для беседы поговорим у меня твоих приятелей я освобожу но из города их пока не выпустят жду тебя вечером приходи как стемнеет раньше я буду занят а кстати добро пожаловать во флотзам ведьмак ладно хоть этим занятим они правда хотели нас повесить я не знаю я же не хотел сжигать башню все в порядке лютик идем отсюда мы у тебя в долгу ведьмак спасибо тебе а теперь в трактир пойдем лютик выпьешь полегчает заодно расскажешь о местных нравах ханжестве и распущенности так эти пошли значит в трактир трактир прямо вот здесь да так и мои тоже туда пошли хорошая и трис в другой раз будет веселее ладненько подождите пойдем бить я хочу этих так и оставили осмотреться еще кто тут есть есть тут что-нибудь вообще собачка есть например кто тут сидит здесь наверное есть кто-нибудь типа этого оружейника наверное это же все-таки город так давайте лутать короткий меч я в общем-то все еще хожу без серебряного тут меня прям напрягает и расстраивает что это там где что спи-спи поговорить нет не надо я тут их граблю так сказать потихонечку поэтому спят так какой-то чувак сидит ну надеюсь что он на меня не будет сильно обращать внимание так еще потом можно будет наверное продать всякие вот эти дубинки что там еще всякие короткие мечи которыми я не пользуюсь так может быть какие-нибудь еще там штучки-дрючки так так парни парня мое почтение ну хорошо почтение это хорошо я что-то перепугалась что они ко мне пришли проснулись такие не надо хорошо ты кто кто будете приветствую в моем скромном заведении ах да он тут торговец еще за кадром пока ты бегала я нашел крутой мужика который торгует книжками я у него купила я прочла очень две полезные книги значит про призраков про утопцев мы теперь все о них знаем и книжку покупала там что-то про магию тоже потом мы мы их обратно продала правда очень дешево что мы пока без денег чем ты торгуешь благовониями по большей части разными благовониями для медитации для освежения мыслей для кухни лекарств ритуалов чего только душа пожелает ну у меня видишь деньжат не очень много поэтому пока давай бывай а так взять у тебя ничего нельзя да только купить жаль ну ладно а ну эти у меня тут в трактире тусят вот хорошо есть кто тут чё кто чё делает что это а с утра ребятишки орут помоги нам боги стонет как тебе деревенские будь осторожен сынок ну и порядки тут у вас краснолюдские кузнецы отбивают о доска объявлений это может есть что интересное так подожди это это вот разыскиваться заказ на эндриак берем заказ на накеров точно отличное извещение помилование димитра да будет известно всем и каждому что бандит димитр преисполнился раскаянием и попросил прощения за все свои страшные злодеяния комендант ларедо известный своим милосердием простил разбойника и разбойнику его вину и разрешил димитру вернуться в лунное общество настоящим отменяются все гончие листы указан награде за голову димитра людвик мир с королевские городничий заказ на тролля хорош денег получим волосы висят паклей в бороде колтуны заходи к цирюльнику услуги среди прочего бритья кровопускание вскрытие череп отличная штука кроме того стрижка цены наидоступнейшие зубы рвет умелый кузнец кузни напротив во мне надо найти цирюльника там кузня правда зубы рвать не надо может быть он мне что нибудь делает приглашаю в лавку древностей а может быть я была в этой лавке древностей беда с троллем вот мы получили задание дополнительное контракт на макеров ну хорошо так я понимаю бордель с вами можно поговорить заперто о геральт не мог пропустить такое давайте порыскаем здесь чё там яич арены ну естественно какую то шлюху обокрал ха-ха-ха-ха ааааа че ты деньги забрал че там у них такое за странный стул для чего вы перегружены ну вот начинается здравствуйте я тут хочу вас что-то взять она как бы мне ничего не говорит такая ну и бери блин это плохо потому что я сейчас буду вот так вот ходить ладно нам Надо... Знаете, что? Да-да. Ой, не могу ответить вам тем же комплиментом. Мне надо будет торговца продать потом все. За кадром, наверное, это сделаю, потому что это достаточно нудное дело. Когда занимаешься вот этими всякими мелкими делами, алхимиями, вот этими всякими. Итак. Что значит? Приветствую. Здрасте, здрасте. Рад встрече. Что происходит? Что происходит? Просто с собой разговариваю. Обязательно что-то происходит. Покажи... Так, ребятушки, сейчас я... Ой, смотрите, еда. Сейчас сделаю все дела и продолжим. Ну вот, ребят, стало гораздо лучше. У меня, смотрите, освободилось место. 186 вес. Рынчиков прибавилось. Ну и я поставила здесь этот... Дополнительное оружие. Там еще у меня было два этих... Кинжала, что ли. Ну что это такое, не знаю. Вот. Стало, короче, намного легче жить. Не вздумай здесь драться. У нас тихое заведение. Конечно. Я за тобой присмотрю. Конечно. Покажи, ну-ка. Она продает то же самое. Я, в принципе, купила еда... Видите, я купила картофель у того. Я не знаю. Давайте купим, например, у нее старый сыр. Ну и яблоко. Ну, два, что ли. Вот. Я не знаю, можно ли во время боя ими лечиться. Сопротивление горению яблока. Ой, нет. Потому что не то я делаю. Это просто еда. Еда. Она должна восстанавливать хп. Не знаю. Как сильно. Свиду-то сильный. Поборемся. Малай. Что такое 15? А, ставка моя? В смысле. Давай хотя бы сначала я посмотрю, как это будет происходить. Болюбай в руках. Что делать-то? Ой, че-че-че-че-че-че-че-че-че-че-че-че-че-че-че-че-че. А что надо делать-то? Подожди, я. Держаться вот в этой штуке? Он меня положил. Не, не понимаю, что надо делать. Ладно. Я-то думал ты силач. Потренируйся на ком-другом. Ладно, ладно. Не глядишь, чему научишься. Я думала, биться в смысле руками. Ну ладно, нет, да нет. Долго рассказывать. Жизнь говно. Пх, ха-ха-ха. Ясно. Лютик, ты что? Что б меня? Меня правда чуть не... Трактирщик! Водки! Что б меня вши заели? Трис Мерри Гольд. Ты выглядишь очаровательно. Ну, только бледновато чутка. Чародейство бывает утомительным. Но уже все хорошо. Рада тебя видеть, Бородач. Что здесь вообще происходит? Месяц тому назад вы собирались ехать на свадьбу Золтана. Все похерилось. Свадьбы не будет. А в Фольтосте, слышали? Слухи мчатся быстрее ветра. Я хотел бы знать правду. А ветра и сплетни мне до одного места. Как погиб Фольтост? Правда, что там был дракон? И кто теперь правит Тимерией? Тише, Лютик. А то подавишься. Так, дракон. А как же свадьба? Что случилось? Регенриксы сорвали помолвку. Какой-то трехнутый хер разболтал, что я поучаствовал в заварушке в Узиме. Мой несостоявшийся тесть, видишь ли, не желает принимать в семью бунтовщика, простофилю и розию. Эй, трактирщик, где наша водка? По порядку. Мы дошли до Махакама через неделю после смерти великого магистра. Купили Золтану сногсшибательный костюм-двойку, башмаки от гальюна и здоровый в мой кулак жадеит в подарок Эвдория. Накушались мы тогда изрядно. Лютик еще устроил для меня мальчишник в храме любви тесные врата. На следующий день мы были у Брегенриксов. Поздоровались, побеседовали немного о превосходстве махакамской горнопроходческой мысли и сели за стол. И когда мне уже казалось, что я постиг все тайны горнятского мастерства, подали суп. Тихо сделалось, как в могиле. И тут старый Брегенрикс говорит, «Настоящий краснолюд обязан в шахте работать, а не гоняться за славой на войне». Не поверишь, Геральт. Ему в знак отказа подали черную похлебку, как у них принято. Черная была как смола. Вот тебе слово. Должно быть, на угле ее готовили. А теперь поедим, говорит. И выхлебал целую тарелку этих помоев. Козел старый. Чтоб ему эта его шахта на башку обвалилась. Так, Золтан. Ты как связался-то? Лореда говорил, что ты работаешь на Скайтаэлей. Это правда, Золтан? Геральт, ты меня знаешь. Я разными вещами занимался в жизни, но бандитом никогда не был. Скайтаэли себя бандитами не считают. Только я-то не Скайтаэль. Угу. Так, Лютик. С каких пор ты работаешь на Роше? Эй, никто и слова не сказал, когда ты спасал Тимерию от великого магистра и его мутантов. А я и не говорю ничего, я просто спрашиваю. Можешь делать, что хочешь. Женилку-то отрастил уже. Ну, ты сказал. Смеетесь, смеетесь. В кои-то веки я решил сделать что-то полезное. И поэтому раньше ты шпионил на Реданию, а теперь работаешь на Тимерию. Знаешь, кое-кто назвал бы тебя предателем. Ой, одной поэзии сыт не будешь. Я гражданин мира, и потому считаю, что до тех пор, пока не служу императору Эмгиру, ничего плохого не делаю. Оставь его в покое, Геральт. Пошпионит и перестанет. Ему быстро наскучат. Сам знает. Так, ну Трис, давай теперь рассказывай. Трис, расскажи, кто теперь правит. Ты у нас эксперт. Страна все больше погружается в хаос. Древние семейства начали открытую борьбу за власть. Барон Кимбольд и граф Моровель. В том числе. После убийства, пока Геральт сидел в тюрьме, влиятельные магнаты собрались на поле недалеко от замка Лавалетов, чтобы выбрать нового правителя. Продолжалось это три дня и напоминало скорее базар, чем дворянское собрание. Только торговали там конторами, должностями, сферами влияния и привилегиями. Люди. Было несколько поединков. Двоих отравили, а короля так и не выбрали. Мы были на волосок от гражданской войны. Они решили что-нибудь или как всегда? Они решили что-нибудь или как всегда? Как всегда. Одна надежда на Яна Наталиса. А-а-а, героя битвы под Бренной, доверенной Фольтеста. Да. Во время переговоров он был в нескольких днях пути от земель Лавалетов. С двумя тысячами ратников. Ян Наталис должен поддерживать мир, пока не появится законный монарх. Правление может прийти с ему по вкусу. Не думаю. Наталис воин. Он не годится во властители. И не хочет быть королем. Но его поддерживает армия. Именно поэтому он в состоянии обеспечить мир. Шаткие и ломкие на все лучше, чем гражданская война. Кроме того, у него солидные долги в Краснолюдском банке. Главный пайщик которого – Филиппа Эльхард. Чародейка. Почему чародеи не вмешались, например? А что у нас с чародеями? Вот именно! Куда делись эти умники, когда они действительно нужны? Их не пригласили. Но именно благодаря чародеям, а скорее нескольким влиятельным чародейкам, удалось предотвратить коронацию барона Кимбальта. Я как-то пел у него при дворе. Он не заплатил, жратва была дрянная. Если он станет королем, я уеду из Тимирии. Ладно, хватит политики. Дракон. А что дракон? Там появился дракон. Больше я ничего не знаю. Но откуда лавалеты взяли дракона? Говорят, эта огромная скотина дралась за них? Драконы обычно не интересуются политикой. Может, у него логово было рядом, и он почувствовал опасность. Если бы ты его не прогнал, Фольтест мог бы и не взять замок. Что тут гадать? Убийца ждал Фольтеста в башне, где лавалеты укрыли детей. И он отлично знал, что делает. А ты как там оказался? Я охранял короля. После первого покушения Фольтест начал считать меня чем-то вроде живого талисмана. Приказал быть рядом во время битвы. Дракон отрезал нас от остальных войск. Убийца прикинулся монахом, к тому же слепым. Он позволил королю встретиться с детьми, подождал, пока я отойду, и перерезал ему горло от уха до уха. Как он ушел? Прыгнул из окна в реку, а там его ждали с Каэтаэли Йорвита. Все было продумано и подготовлено. И поэтому ты гонишься за ним? Из-за того, что он убил короля? В убийстве обвинили меня. Я должен снять с себя подозрения. Кроме того, я успел заглянуть ему в глаза, прежде чем он сбежал. Это был ведьмак. А потом появились бравые темерские стражники. Я получил по голове и отключился. На твою рожу и богам глядят. Люди, спасайтесь, а кто может, чудище идет. Лучше пойдем отсюда. Там кто-то применяет магию. Что за паника опять? Не минуты покоя. О! Местный кракен. Ну, берега же не глубоко. Опять какие-то мужики в трусах. Чего это вот такое? Что за цеплальные кошки? Что ж ты за чародейка, я с тебя спрашиваю? Слышишь, чего тебе люди гутарят? Чего ж ты ему не помогла? Он же жив. Чудище его едва под воду не утянуло. А ты током изнайпялилась, как баран на сраные ворота. Попридержи язык. Ну ладно, где чудовище? Вон и я, спрашивайте! Геральт? Значит, мы знакомы. Ох, ворон, ворону глаз не выклеить. Скажем так, я много о тебе слышала. Мил здарь, ведьмак. Зосика нашего чудища едва на дно не уволокло, а вы теперь чьи языком трепать будете. Так, что за чудище рассказывает? Что тут случилось? Я приехала во Флотзам, чтобы убить Кейрона. Кого? Монстра, который перекрыл гавань. Минуту назад мне повезло увидеть его во всей красе, а эти люди его спугнули. Повезло? Слышь, Зосик, то-то ты счастливый. Откуда вы чудище в гавани, а? Может, ведьма его и вызвала? Чтоб поувидать во всей красе. Так, забирайте-ка. Зосик что-то скверно выглядит. Уведите его отсюда. Верно. Мы и так много времени потеряли. За дело, мужики. Двинулись. Чё ж? А я-то думал, драка будет. Хайло, заткни. Пойдём. Прошу прощения, что помешал. Меня зовут Людвиг Мерс. Я занимаюсь вопросами чудовищ во Флотзуме. Посему хотел бы спросить, не возьмётесь ли вы решить проблему так называемого Кейрона? Чудище, которое перекрыло всю торговлю на реке. Ну так что, ведьмак? Будем работать вместе? Обычно я работаю один. Я появилась здесь раньше тебя и отказываться от работы не собираюсь. Рыбка или пипка, как говорят местные. Ладно, я согласен. По вопросам награды прошу обращаться к купцам в доках. Госпожа де Тансервиль, как мне кажется, уже провела предварительные переговоры. Именно так. В таком случае не смей более вам мешать. Трис, когда ты, наконец, меня представишь? Шиала де Тансервиль. Советница королевы Зулейки из Ковера. Ковер же далеко на севере. Это правда. У меня были сомнения, стоит ли Кейрон такого путешествия. Но увидев его сегодня, я окончательно убедилась, что стоит. Хм, ты приехала сюда за ингредиентами? Трис, Мерригольд. Догадливо, как всегда. Ты имеешь в виду... Глаза тролля, яд гуля, кровь девственницы. Все эти отвратительные субстанции и органы, которые мы получаем из вымирающих видов. И бросаем в котел во время шабашей. Так ведь, Трис? О, да. Девственницы, вид на грани вымирания. Очень смешно, Трис. Ну, хватит шуток. Геральт, ты видел щупальца? Что ты об этом думаешь? Тварь, наверное, огромная. Жила себе в каком-то притоке Понтера, охотилась. Потом подросла и стала искать новые источники пропитания. И открыла для себя вкусные барки, полные жирных купцов. Седрик говорит, что Кейрон пришел сюда из Северных Болот с месяц тому назад. Седрик? Эльф. Бывший с Кьетаэль. Странный тип. Но неплохо знает окрестные леса и все, что их населяет. Мне надо осмотреться, кое-что разузнать. Проведешь пару тайных ведьмачьих ритуалов? Вроде того. Поговорю с купцами о награде, навещу Седрика и дам тебе знать. Я буду в трактире. Я сняла комнату наверху. Там бордель. Спасибо, что предупредила. Там бордель такая. Трис. Да, давай как тут. Маманя всегда мне говорила. Блин, вы меня мужики напугали. И учеником каменщику будет у тебя ремесло и от людей почет. А мне нравится бродячая жизнь. Я хотела смотреться, может быть, на корабле что-нибудь еще пособирать. Вот, что клады. Так, не сменю. Ага, ну, короче, нету тут ничего полезного. Ладничка. Так, в этой стране. Дум, например. Можем осмотреть. Что, вообще ничего? Ладно. А вот нет, что-то есть. Так, взять. Ничего не оставим подняться. Вопрос цены. Интересно. Смотри-ка, это куртеха. Продать нужно. Что? Почему? Вот же. Еще выше можно подняться, да? Сейчас залезу на самый верх. Ой, какая паутина. Представляю, какой паук это сплел. Я бы уже переехала из этого дома. С такими паутинами. Фу-фу-фу-фу. Так. Можем осмотреть гавань. Красиво. Я только не понимаю, как это здоровая хрень в гавани. Тут, по идее... Ну, хотя корабли причаливают, наверное, не слишком мелко. Они же должны как-то пришвартовываться. В принципе, он наверняка должен на глубине обитать. Ну, какого-то лешего. На плестине. Так. Ну, чего? Согласна на предложение коменданта. Я. Да. Нам сюда, я так понимаю, да? Куда-то. Так, смотрите. У нас, значит, указания. Свободно? Нет. С вечера до утра пошел, как волк. Жди-ка. Типа вот здесь. Че-то. А, нет, не открывается. А, или это внизу. Лавка-то вот, видите, обозначение. Ну-ка. Так, откройте-ка мне. Я хочу найти оружие. Я не могу понять, где я. Тут, кстати, бля, что у нас. Я не помню, я ходила сюда или нет. Все, я не помню этот дом. Нет, походу. Так. Давай, все, обыскивай, все, обыскивай, все продадим потом. Угу. Такие короткие мечи, эти кинжалы. Все пригодится. Ой. Чувак стоит. Что смотришь? Ой, не-не-не-не-не-не. Все закрыто, и некоторые закрыты. Понадобится ключ. А, посмотри-ка, ты что там такого? Путь не припрятал. Карта долина. Раз. Закрыл на замочек. Доброго тебе дня. Ядрить его. Да смотришь! Ой, я пошла отсюда. У вас что-то много выйду я отсюда. Ну его нафиг. Ядрить его, говорит. Да, здесь мне не было. Ха-ха-ха. Так. Ну это вот ясно, понятно, что здесь мы можем что-то продать. Так. Я, видимо, не могу найти оружейника. Там у нас лавка какая-то по сути, да? Обещай, что найдешь этих подлюб, видимо. Ты что, это? Правду люди говорят. Как мило. Здравствуй, сынок. Здесь? Приветствую. Дай взглянуть на твои товары. Прошу. Смотри сколько угодно. Мое имя Фьораванти. Я купец. Прошу простить мое любопытство, но разве тебя не наняли убить Кейрона? Этот городишко мне окончательно опостылил. И я буду рад уехать отсюда при первой же возможности. Лореда выпустит купцов только тогда, когда захочет. Похоже, вы ему для чего-то нужны. Как так? Он что, собрался устроить здесь международную ярмарку? Я подданный короля Димовенда и скажу тебе, что... Димовенд мертв. А теперь, если позволишь, перейдем к делу. О, сыграть можно. Давай-ка на товары посмотрим, потому что сыграть, я не знаю. Крепко сухнуло, ну-ну-ну. Ну, ясно, ясно. Я ему давайте что-нибудь продам и дальше пойдем. Молодая, наивная, наивная, года не пройдет. Посмотрите, а вот что тут почему синяя, конечно... Ну, вы провели над тобой пару экспериментов. Не бесплатно, разумеется. Нас интересуют композитные эффекты этого вещества. Большего я сказать не могу. Ты согласен? На мне эксперименты, но за деньги. Ну, это они сказали, что через год-два... Ладно. Да. Превосходно! Великолепно! Быть может, тебя не затруднит вести дневник во время... Держи себя в руках. Все, отвалили. Я нашла, видите, кузнеца. Вот, поговорить надо. Мастер, глядите, кто к нам пришел. Великан кузнечного искусства нас не слышит. Занят. Не покладая рук, трудится. Ты как, ведьмак, как жизнь? Хорошая у вас мастерская? Да какая тут мастерская? Но за добрые слова спасибо. И от мастера, и от меня. Так чем могу помочь, а? Сделай вещицу, дай взглянуть на товары. Давай сначала на товары посмотрим. Так, что у него есть? Подожди, длинный меч. 8-11. Это как у меня сейчас. Поэтому... Железная дура, короткий, не надо мне. Так, накладки. Метательное оружие. Серебряный меч у него есть. 304 урена, блин, а? Стальной. Так, чертежи. Так, подожди, а может быть он мне может изготовить? Да ну-ка, стой-нибудь пошел. Так чем могу помочь, а? Ну-ка, сделай вещицу. Что это? Так, цена 35. Чертежь ловушки для гарпи. Ведьмача, серебряный меч. У меня что-то не хватает. О, мое. О, мое. Так, не хватает. Что это такое? Вот, как это посмотреть-то? Вот, серебряные руды, две штуки. Серебряные руды. Так, тогда стой-то. А к чему могу помочь, а? Сейчас попробуем изготовить. Серебряная руда. Да, у тебя должна же быть железная руда. Так. Серебряная руда. Вот, пожалуйста. Сейчас мы, короче, берем две. Так. Двести у меня остается. Так, теперь изготовь мне серебряный меч. Мне прям надо его. Во. 35 всего. Ой, класс. Все. Ништяк. Так, ловушка для гарпи, чертеж. Что это? А, вот еще такая штука должна быть. Ну ладно, ладно. Все, не будем взорваться. У меня ни так денег мало. Мечный чудовищ задание. У меня было, видите, что? Так, теперь его снаряжение же нам надо поставить. Куда ты? Что я? Пречатки травника. Так. А, я, кстати говоря, да. Обувь снялась, что ли. Да, е-мое. Господи. Сейчас, ребята. Так, вот смотрите. Значит, по нашему снаряжению. У нас есть меч такой, меч такой. Трофея нет пока никакого. Так. И... Что у нас там еще? Так, перчатки травника. А, еще плюс одна. Броня. Магический урон снижает. Так. Действия массива, продление. Охимические ингредиенты. Не знаю, что пока. Пусть... Это. Броня плюс. Кожаная куртка. Броня плюс три. А там деплет специального отряда Руши плюс два. А вот куртки плюс три. Хотя там, видите, здоровье плюс пять. Горение. Кровотечение. Отравление. А здесь отравление и кровотечение. Все, по 14. Что нет? Оставим пока все так, как есть. Блин, денег что-то у нас мало совсем. Ну ладно. Так, хорошо. Уже хорошо, что мы сделали меч. Это просто великолепно и замечательно. Так, как не получишь? Нет, сюда. Вот. Рядышком дом. Так, еще что-то синее. Еще кому-то что-то надо от меня. Не балуй, ведьма! Кто там? Нет, я с выродками не разговариваю. Послушай. Пошел прочь! Или я стражу позову! Перед тобой мастер своего дела. Эй, зачем нам надо было к нему уйти? Хоть помешал бы. Что взять? Я никогда ничего не перемешиваю. Я создаю новые оттенки вкуса. Странно. И все равно синее. Что, еще раз с ним поговорить? Помогите! За мной мутант сгонится! Ты какой-то дебил, слушай. Подожди, мы что-то с этим. Добрый день. А, на товары. Не-не-не, удачи. У меня пока денег вообще мало. Я к нему уже ходила. Это тот чувак, короче, который это... Бончик, я бы съел. У которого я покупала книжки. Чего тебе? Я так понял, у купцов какие-то неприятности. Ах, ничего себе какие-то. По трактам не проехать, в лесах полно бандитов, гавань перекрыта водным монстром, а вдобавок еще и пошлины поднимают. С пошлинами я тебе не помогу, а монстром могу заняться. Чародейка тоже так говорила. А результатов никаких. Она попросила меня помочь. А кто тебе платить-то будет? Как раз это я собирался обсудить. Ха, чародейка должна была сама управиться. Так, я возьму двуставку. Дело твое, твои товары тут проставят. Вот так вот. Воля ваша, но если чародейка не справится, будете сидеть тут с товаром до зимы. И ваши убытки обойдутся дороже моей помощи. Прощай. Погоди ты. Зачем сразу обижаться? Кто как, а я понимаю, что время денег стоит. Если твоя помощь ускорит дело, пусть будет так. Накинем еще, сколько сможем. Хорошо. Договорились. Расскажи, что ты знаешь о чудовище. Это ж ты здесь, ведьмак Чири, тебя задери. Я в этом не разбираюсь. А кто может о нем что-нибудь рассказать? Может, этот, стукнутый, эльф Седрик. Он много о монстрах знает. Где его искать? В деревне, под стенами. А теперь оставь меня в покое. Я охотиться. Ты или ты, кот? Звери, одно слово. Так, не и следующая, под стенами искать его. Зачем мы искаем это добро? Если вопрос, крыльники, а? Так. Тренируемся. Мне неотмечено. Делать, что такое, что за дрянь. Ладно, ребятки, пора длине серию закончить. Пойдем его искать в следующий раз. В общем-то, неплохо, неплохо. Прошло у нас сегодня все. И надеюсь, что в следующей серии мы расправимся с этим монстром. До скорого. Пока-пока.